В Чебоксарах продолжаются съемки фильма о жизни и творчестве одного из самых гениальных и противоречивых деятелей чувашской культуры – Михаила Сеспили. Бедная, голодная, но все-таки счастливая. Детство его закончилось с уходом на каторгу, цитата, «единственного любящего меня человека – отца». Сын Которжанина Миша Кузьмин никогда не утихнет его тоска по отцу. Актер русского драматического театра Владимир Глушков, зипун деревенского мужика, примерил на себя впервые. Все герои интересны. Когда дали отца, сразу кинулся интернет, книги, что-то о нем узнать. Интересный человек был, оказывается, очень интересный. Здесь останавливайтесь, поворачивайтесь профилями. Сеспилим попадание тоже полное. Владислав Московцев, радиоведущий НТРК «Чувашия», воспитанник народного артиста республики Ивана Иванова, с детства вдохновлен поэтом. Для меня Сеспиль – это мой брат. Я на протяжении седьмого класса читаю стихи Сеспиля. Я вырос этими стихотворениями. И в душе я тоже такой же, как Сеспиль. На роль возлюбленной поэта, героини его романа в письмах Анастасии после проб в трех театрах режиссер утвердил солистку театра оперы и балета Татьяну Прыченкову. Ну, девушка, я думаю, очень глубокая, нелегкомысленная. Я думаю, легкомысленную девушку он бы не полюбил. Он сам был очень глубокий, замечательные стихи писал. И хотя ни в жизни, ни в кино Анастасия Сеспилю, похоже, не пела, разве что поила терпкой печалью, оперная дива остается собой даже на съемках кино. Не хочешь ли теперь меня догнать? Я побегу. Кстати, есть и такие, кто считает, что безответная, самоуничижающаяся любовь поэта к Анастасии скорее литературная гипербола Сеспиля, источник его вдохновения. Те самые эмоциональные качели, которые иногда нужны творцам, чтобы возжечь страсть поэтическую. Я думаю, что такое состояние для всех поэтов свойственно. Плюсы и минусы. Метаться от вверх-вниз, искать себя, находить, разочаровываться, влюбляться, теряться, страдать, безнадежно влюбляться, опять страдать. Подходить к какому-то отрывку своей жизни, где ты мог бы быть счастлив, юн и счастлив, но что-то в душе поэта начинает говорить, и он начинает творить. Потом, когда творение закончено, ему нужны новые эмоции, и он вовлекает сам себя, может быть, часто искусственно, в какие-то новые бури. Как известно, конец таких страстей бывает страшен. О том, как видит финал этой истории режиссер фильма, почему решил добавить в художественные сцены сюра и метафоричности, расскажем в следующей сцене. Валентина Поливцева, Сергей Лобода, со съемочных кинолокаций.